Здравствуйте, я Алексей Коноплёв, это программа Репортеры. Хотелось спросить, как прошли ваши выходные. Вот Репортер оделся потеплее и отправился на самые интересные мероприятия. Чем жил город и его люди, кто удивил и чем запомнились выходные. Сегодня в выпуске. Стой, стреляют! В Самаре прошла реконструкция сражений времен Гражданской войны. Репортаж прямиком из 1918 года. Модный приговор. В Самаре прошли поволжские сезоны Александра Васильева, как мужчины диктуют моду и как связаны платья и камни. Оркестр с собой. Самарские студенты решили объединить русские народные песни и битбокс. Что из этого вышло и какой он идеальный мотив. Эти выходные в Самаре оказались на редкость громкими. В субботу упрямо на улице старого центра ни с того ни с сего ворвались люди с оружием в руках. Одеты они были не по современному страны, да и говорили отнюдь не на великом и могучем. К счастью, обошлось без происшествий. Все это вооруженное представление оказалось частью масштабного историко-патриотического фестиваля «Ожившие страницы истории». Реконструкторы со всей России съехались на берега Волги, чтобы погрузить Самару в события Гражданской войны 1918 года. Пришелся ли исторический образ к лицу областной столицы? Как в 21 веке попадают в ряды Красной Армии? И зачем реконструкторы втянули в свои войнушки детей? Репортаж с линии огня. 1918 год. Самара. На дворе гражданская война, но на улицах города тишь и благодать. Город уже успел свыкнуться с новыми порядками, устоями и властями. Всем правит комитет членов учредительного собрания, он же Комуч. Продавцы газеты вовсю скандируют свежие новости. Шпана бегает по улицам, а местные интеллигенты глубоко вдыхают воздух эпохи. Всю эту беспечную картину рушит лишь бродящие по городу солдаты Чехословацкого корпуса и сформированной в Самаре народной армии. Атмосфера как на показ и улица будто сцена. К счастью, случайных прохожих она всего лишь театр, а люди все актеры. Вестник учредительного собрания сегодня дал столько много информации, огромное количество приказов. И имущество-то национализируют. И смотрите, новое продовольственное ведомство учреждают. Да и стреляют сегодня на улице. Уже три раза стреляли. Откуда-то ящики тащат. Что будет, что будет. Мужа жду, вот он придет нам помочь. В таком шуме-гаме даже мертвые оживают под стать названию развернувшегося фестиваля. Ожившие страницы истории года 1918-го в 2016-м собрали вокруг себя реконструкторов и историков из Самары, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Ярославля, Москвы, Екатеринбурга и Димитровграда. В рядах солдат и ополченцев почти все вояки со стажем. В строю мирных просто неравнодушные к истории города юноши, девушки и даже дети. Я просто барыня, которая гуляет по улице. Но я карабинница, кто придает игрушки. Костюм очень так дает о себе знать. Трудно дышать в нем, корсет, все дела. Поэтому нужно себя нести, то есть подавать, выражаться культурно, нужно следить своей речью. Ну, вообще, это прикольно, мне кажется, вот так вот иногда перевоплощаться. Реконструкцию я только начал в этом году ездить на реконструкцию непосредственно. А так до этого дома с друзьями играли. Самое сложное – это подобрать правильную форму для меня лично. Просто, допустим, руки в карманы не класть, надо вот так вот держать. Для антуража надо соблюдать, что я вам на реконструкции. Мы горожанки Самарские, 20 века, начало 20 века. Просто и ради удовольствия. Но именно с удовольствием всегда. С удовольствием от одного праздника в другом. Сегодня представляем народную армию Комыча. Вместе с Чехославским корпусом действуем на стране белых. Гражданская война – наиболее легкая реконструкция. И в плане снаряжения, и в плане понимания, кого ты будешь реконструировать, как реконструировать. Только для зрителей все так сразу совсем непонятно. Кто белый, кто красный, кто прав, кто виновен, без учебника истории не разберешь. Уж реконструкторы поясняют – все просто и все свои. Самара уже 100 лет назад была городом значимым, центральным и портовым. Контроль над ней обеспечивала власть над массой контрольных точек и населенных пунктов. То, как Самара переходила из рук в руки, сегодня наглядно показывают прямо на городских улицах. Почему Красная Армия? Сказать тяжело. Это не связано никогда обычно с политическими взглядами. Просто в основном у всех граждан нынешней России, все родственники, они воевали в Красную Армию. И, соответственно, я реконструирую фактически своих прадедов, как бы прапрадедов, которые тогда воевали. Как бы точно не были реконструкторы в деталях, поменять ход истории им уже не под силу. Городские сражения, ожидаемые для историков и к радости зрителей, закончились победой красных. Но для самих реконструкторов главное, что они хотя бы на пару часов сумели привлечь внимание граждан к великой истории, которую так лень изучать по книжкам и учебникам, но за которой так интересно наблюдать в реальной и, к счастью, мирной жизни. А теперь предлагаю переместиться туда, где тепло и очень красиво. Александр Васильев вновь сказал в Самаре свое веское слово. Известный историк моды в очередной раз оценил участников поволжских сезонов имени себя. С 2011 года фестиваль входит в международный реестр событий в сфере моды. Как инженер, фитнес-модель и диджей диктуют тренды и как можно сделать идеальное платье из бумаги. Репортер с подмостков высокой моды. Тысячи с лишним километров пути модный путь в Самару из Курска. Автор этой коллекции находится за кулисами и очень сильно нервничает. Он пока не знает его работы, единогласно признают лучшими. Почетный член Российской академии художеств Александр Васильев лично восхитится его талантом и произнесет слова, которые, возможно, станут пророческими. Александру Курочкину зеленый свет в мире моды, но это еще будет, а это с ним уже случилось. Закрытый полуфинал поволжских сезонов Александра Васильева. Александр Курочкин из Курска представляет коллекцию Феодора. Вдохновился я историей византийской императрицы. Остальное полностью был полет моей фантазии. Полет фантазии его и еще полусотни претендентов на участие в финале. Участники из далекой Сибири, Урала, Москвы и Санкт-Петербурга, со всего по Волжье и Центральной России. 16 городов России приезжают в Самару представить свои коллекции. Эта коллекция состоит по мотивам национальных костюмов, сохраняя традиции ирзянского костюма, и макшанского. Смотрите, мне кафе, давайте сюда. Стойте, разворачивайтесь вы. Вот когда она развернулась, разворачивайтесь вы вдвоем. Командует постановкой Денис Бакурадзе, художественный руководитель театра «Грань. Вторые сезоны» меняет на прошлом юбилейном фестивале костюмах спектаклю «Таня. Таня взяли гран-при». Теперь он к этой сцене прикипел душой. Выигрышный ракурс ищет. Конкурс проходит в четырех номинациях. Перформанс, театральный костюм, костюм художественной идеи и костюм реальность. Я с большой радостью открываю в Самаре, в прославленном Академическом театре оперы и балета, 16-й сезон, по-волжские сезоны, Александр Васильев. Он не успевает уйти со сцены. Женщины уже несут ему цветы. Самара как повод после лета сезон. Его имени наступает. Александр Васильев занимает почетное место в зале. Историк моды в этом году немногословен, желает победу участникам и предупреждает жюри. В финал прошли самые достойные кандидаты. Роза пустыни – это минерал, который рождается в песке. Поэтому я решил создать эволюцию формы из ткани. Антон Пермяков – столичный дизайнер, ученик самого Вячеслава Зайцева, представляет коллекцию роза пустыни. Работы выполнены сложным муляжным методом моделирования. Жюри ее отметит, но даст совет поработать с надконструкторской составляющей. А в этих нарядах разве что по подиуму ходить дизайнер из набережных челнов. Свои работы привезла в обычном пакете. Это мелованный картон и также вырезалась на плотере из перламутровой бумаги черной. Ева Рика из Самары представляет коллекцию «Восход». Своего восхода карьеры она уже дождалась. Признается, что перед поволжскими сезонами не спала несколько ночей. Каждый элемент костюма выполнен вручную. Я и художник, и дизайнер, и вышивальщица, и ткачиха, и декоративно-прикладное искусство очень много. Работы Ольги Прониной покорят членов жюри и сорвут шкваловации. На сцене брутальные мужчины. Коллекция «Борода» отшивалась специально под них. Находили мужчин и под них шили уже каждый лук. То есть не как обычно шьется стандарт 42-44 девочек, да, и потом просто одевается на модели и выпускается на подиум. Вот. У меня два фитнес-инструктора профессиональных из моделей. Леня работает на заводе. Вот. Один мальчик работает в детском центре развлечений. То есть он, ну, как аниматор. Вот. А Саймон темнокожий, он диджей. Меня случайно поймали на пляже. Меня действительно, ну, правда, познакомились со мной на пляже с целью, чтобы, как сказать, заманить. Борода была экспериментом. Изначально была она экспериментом. Понравился эксперимент. Я ее оставил в нашу, давно уже с ней хожу. И вот, наверное, из-за нее, наверное, я не знаю, меня поймали. Заводчанин Леонид Павленко этим вечером попадет в объективы практически всех фотокамер. Он обещает не сбривать бороду, которая принесла ему дикую популярность. Но все же главный приз заберет коллекции Феодора из Курска. 16-й Поволжский сезон. Александра Васильева открывают новые имена, которые в ближайшем будущем обещают задавать тренды. Герои нашего следующего сюжета пока еще учатся, но уже нашли занятие по душе. Самарские студенты решили приобщить молодежь к русским народным песням. Калинки-малинки и традиционным распивом добавили битбокс. Как студент кулинарного техникума едва язык не сломал. И как выбрать идеальную песню. Репортер проникся мотивами. Три голоса «За». Сами себе оркестр. Не боятся экспериментов и набирают свежего осеннего воздуха в грудь. Концертную площадку где угодно найдут. Хоть на самой людной улице, хоть в сквере. Недавно родившийся проект «Русский народный битбокс». Две классические барышни и один неклассический молодой человек. Теперь они трое в этой лодке, не считая талантов. Сейчас, в современном, в 21 веке, никто почти не слушает чисто народные бабушки в деревнях. Это как-то разбавляет толпу. Задумали барышни разнообразить свой репертуар. Начали гадать и размышлять, с чего не хватает русским народным заводным. Не хватило мужчины. Так вокалистки нашли себе парня одного на двоих. Никакой конкуренции, исключительно крепкие творческие отношения. Студент кулинарного техникума Максим Гусев. В будущем мясник теперь мясо устраивает на репетициях. Есть стандартный классический битбокс. Преподаватели, наверное, догадываются. Я не знаю, как они реагируют. Мне кажется, это круто. Пока преподаватели не знают, их студентки продолжают устраивать творческие выкрутасы. Уже разучили 10 песен на целый концерт. Хватит и тут возник вопрос, куда двигаться дальше. Ведь еще не каждая русская народная подойдет под битбокс. Вкусный текст должен быть. И самое главное, желание где-то есть. Макс, как только начинается трек, ты сразу уже участвуешь. То есть ты стоишь, ждешь с микрофоном, пока начнется твое время. Желательно уметь, чтобы все хорошо звучало. Потому что можно уметь два звука, и один и тот же будет уже некрасиво звучать. То есть надоедает один и тот же. Это настолько исконно русские песни, что человек их где-то слышал, может быть. И человек просто интересно, наверное, я думаю, что-то на каком-то генном уровне играет. И человек просто зажигает там своими глазами и начинает там как-то подтанцовывать что-то. Это очень интересно. Такого нет. Они единогласно решили никаких иностранных песен. Молодые экспериментаторы за русскую народную душой болеют и хотят продвигать ее родную культуру в массы. По душе это как бы наша традиция, и как бы мне хочется ее сохранять и дальше, дальше, дальше передавать. Ну, чтобы все знали, что это народная песня, потому что это наш народ должен петь ее. А лучше хором в перспективе коллектив может разрастись до ансамбля, народную петь, читать и делать с ней все, что угодно. Главное, чтобы слушали и почаще вспоминали. Оно ближе к душе свое родное. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Был рад встрече. Увидимся в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Надеюсь, неделя будет интересной на события. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»